Добро пожаловать в игровую социальную сеть И сейчас, конечно, многие игроки бросились выкачивать эту лимбу Надеюсь, её понерфят не так уж и скоро, как любят делать разработчики Но сейчас этот танк явно выделяется среди вообще всех почти Что у него очень много достоинств и в умелых руках особенно Он способен показывать нереальные результаты по нанесённому урону Ну и в этом бою игрок смог, в общем-то, показать достойный результат И нагнул как следует Ну и, как вы можете видеть, в начале очень стремительно наш герой занимает позиции И сразу же отстреливать барабан Может быть, не очень результативно Всего два снаряда попали во врага Но это только начало боя И этот танк, он способен в кратчайшие сроки в начале боя занять самые важные точки Это позволяет частенько устроить противникам сюрприз Расстрелять свой чудо-барабан И потом скрыться в неизвестном направлении Но тут игрок действует ещё более агрессивнее Он просто выкатывается на врагов Но, естественно, не получая особо от них плют Танкует тут союзники Он просто разряжает барабан врагов И уезжает без каких-либо повреждений Действительно, зачем нужно танковать? Зачем нужно подставляться? Когда это могут сделать твои союзники А ты просто стоишь и настреливаешь урон На базе что-то тут делает ОКОН Не знаю, может быть, это БОТ Может быть, он АФКшил Может быть, борщик кушал Поэтому не успел далеко уехать Но в любом случае, варенник смог разрядить в него целый барабан Ещё один противник Это Альфа Тапок Ну и пробивается он, конечно, без проблем Вообще, скорость имеет очень большое значение в нашей игре По одной простой причине Потому что со скоростью вы можете успеть Первым на домашку халявную То есть часто бывает такое, что Противники где-то на каком-то месте на карте подставляются И успевает туда именно тот, кто обладает хорошей скоростью Ну и орудие, чтобы нанести максимальные повреждения врагам Ну и, естественно, Шкода — это один из самых быстрых танков В игре он даже может немножечко соперничать с Батчатом Но у Батчата орудие очень долго перезаряжается Очень плохая точность, там сведения, долгая стабилизация Посредственная У Шкода же, ну не у Шкода, а у ТВП Всё совершенно наоборот То есть и точность, и стабилизация, и другие параметры на высшем уровне А скорость не сильно уступает тому же Батчатам И где спросите вы справедливость? А справедливость, в общем-то, в этой игре бывает редко В основном есть имба, а есть обычный танк И имба всегда будет всех нагибать, пока её не понершат Но, в общем, докачивают имбу далеко не все Вот, например, я не могу сутки играть на продок в эту игру Не то, что мне она вообще не нравится Я могу поиграть там и 4, и 5 часов Но каждый день сидеть и прокачивать какой-то один танк Лично по мне это занятие не очень Ну и вот, как вы можете видеть, Вареник уже нанёс 7500 урона Было ли для него это сложно? Ну, мне кажется, что нет Вот, всё так с виду просто Может быть, конечно, ему было и сложно в бою Может быть, он и потел, я не знаю Но выглядит это всё так, как будто имба прилетела Раздала каждому по барабану И катается по карте со скоростью света И по ней никто не может даже толком попасть особо И так и все остальные бои на этом танке и происходят, наверное Ну, не всегда он, конечно, гнёт Там может и арта шотнуть его Или какая-нибудь фвшка Но мне кажется, в среднем результаты у этого танка весьма завышены Даже у какого-то обычного игрока Ну и вот наш герой замечает Лёву Противник особо не стремится тут уезжать И удается его уничтожить Ну и так как маскировка у этого танка неплохая Он, конечно же, не всегда тут светится Ну вот сейчас засветился после того, как врага уже убил И, естественно, попасть по такой имбе Которая едет 60 км в час У которой скорость, там набор скорости замечательный У которой манёвренность просто шикарная Заметьте, у того же батчата, как он поворачивает Там как будто это тяжёлый танк почти что Очень медленный у него поворот У этого танка же всё по-другому Скорость поворота у него великолепна То есть почти по всем параметрам Конечно, танк изумительный Другого слова я не могу подобрать Потому как назвать его обычным танком Язык не поворачивается Обычные танки это те танки, которые уже померфили Или изначально они были как-то сбалансированы Но появляется ТВП и даёт всем прикурить У меня дежавю или уже что-то подобное было Дайте-ка я вспомню Т57 Хэви Ваффентрагер Е100 Фош 155 Это только то, что пришло первое на ум Но гораздо было больше таких танков И что с ними стало теперь? Да, их понерфили И понерфили некоторых из них Так, например, Фоша Что сейчас невозможно посмотреть на этот танк Без слёз Потому как действительно взяли и зембы Сделали просто какой-то никчёмный танк Который может там нагнуть Если все звёзды сложатся Если всё просто будет на его стороне Но зачем, если можно прокачать новую инбу И нагибать там каждые 50 боёв Выдавать по 9-10 тысяч урона Но вопрос только в том Нужно ли это? Потому как всё равно понерфят потом в хлам И останется только то, что было раньше частично А может быть и вообще ничего не останется Но в любом случае Вот он, новый танк Новая имба Как говорится Король мёртв Да здравствует новый король И, как вы можете видеть В бою у нас осталось Только разобрать последнего противника На Ваффентрагер Е100 Встаёт союзник на захват Он тут в виде, так скажем, наживки Чтобы наша имба со своего барабана Настреляла урон Заметьте, игрок стреляет Даже не светится Спокойно перезаряжается 23 секунды И снова готов Аннигилировать противника Никаких шансов абсолютно у врага нет Ну и вы сами, наверное, всё понимаете Зачем вам объяснять Ну и посмотрим на результаты Поддержка Основный калибр Танки-снайпер Воин 10 569 урона 6 фрагов 2269 опыта На этом всё, друзья Спасибо огромное за просмотр Желаю вам удачи До скорых встреч Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok